Друзья, прежде чем мы перейдём к следующему ролику, где я буду говорить о сверхскоростном обучении, сейчас я хочу сказать очень важную вещь. Почему ключ завоёвывает мир сегодня? У людей нет времени. И дальше, и дальше времени всё меньше и меньше. Особенно в стрессе. Потому что, когда человек в стрессе, он не слышит ничего. И он не слышит и психологов. Вот чем же отличается ключ от традиционной психологии? Если психолог – это подбор слов, то ключ – подбор действий, синхронных к текущему индивидуальному состоянию человека в моменте, в котором он находится, по принципам ключа. При стрессе он не слышит голос психолога. А подбор действий основан на обратных связях между психикой и телом. Это приёмы нейрокибернетики. Снимают стресс автоматически, освобождают от необходимости человеку раскрывать перед психологом свои интимные, закрытые проблемы. Сокращает время, даёт большой эффект. Ну, сами себе представьте. Вот, допустим, вы психолог. И перед вами человек в остром стрессе. Ну, вы пытаетесь ему подобрать какие-то слова. Вы пытаетесь этими словами активизировать у него какие-то доминанты, переключить его внимание на позитивный объект. Или там найти причины каких-то детских переживаний. Ну, мало ли, что вы там стараетесь делать. А у него нет времени психологического, потому что объём внимания у него сужен на выживании. В этот момент он ничего не слышит, ничего не видит. Его там где-то внутри трясёт. У него смятение мыслей. Он вас не понимает, как психолог. А подбор действий вы прямо смотрите, как психолог трясёт его. И вы ему говорите, тряси сильнее. Он трясётся сильнее, ему становится легче. Видите, какая разница? А там ещё много различных действий, которые инстинктивно у человека происходят при стрессе. А вы, как психолог, наблюдаете и усиливаете ему это. Говорите, плачешь, плачь, плачь сильнее, это хорошо. Почему это выдающееся достижение психологии? Почему это сказать правильно? Если ты хочешь плакать, плачь. Потому что ты знаешь, как психолог, как специалист, психолог, знающий метод, ключ. Как дозировать эти воздействия? Потому что если человек начнёт плакать, он может так плакать в какой-то момент и бесконечно. И наоборот, закручиваться, накручиваться и погружать себя в эту травму. Так вот, надо знать принципы ключа. Но в целом, именно сегодня, когда у людей всё меньше и меньше времени, и чем больше у них стрессов, этот ключ будет очень необходим в руках психолога. И психотерапевта, естественно. И вообще становится элементом общей культуры любого образованного человека. Конечно, надо изучать ключ. Но обучение психологов, обучение специалистов применять ключ для обучения других людей. Это делается только после индивидуальной беседы, которую можно провести на WhatsApp, можно провести в Skype. Кто хочет пройти такой курс профессиональной подготовки, пишите мне. Мы поговорим сначала. Потому что не каждый может подойти к этой профессиональной роли. Не каждый. Продолжение следует... Продолжение следует...